Всем привет, мои дорогие зрители! И сегодня мы с вами приготовим ганаш на темном и белом шоколаде. Этот ганаш можно использовать как украшение для капкейков, как начинка для тортов и как крем для выравнивания тортов. Он также отлично подойдет. Он очень хорошо держит форму и не трескается, если вы им выровняете торт. Итак, для приготовления нам потребуется темный шоколад и сливки 33% жирности. Пожалуйста, обращайте внимание, что шоколад должен содержать примерно 40% какао, сливки должны быть 33% жирности, нам потребуется 100 г темного шоколада и 100 мл сливок. Сливки я выливаю в сотейник, в кастрюльку с толстым дном. Я их не кипячу, довожу примерно до 60-70 градусов и затем выливаю в темный шоколад. Даю немножко постоять, буквально полминутки, минутку, чтобы шоколад стал мягкий. И перемешиваю все лопаточкой. Если вы чувствуете, что ваш шоколад плохо растворяется в сливках, вы можете взять блендер и перемешать все блендером, измельчить. Но обычно этого не требуется. Перемешивать нужно очень хорошо, чтобы была однородная структура, иначе после остывания кусочки шоколада у вас будут видны в креме. Вот такая текстура, посмотрите, глянцевая, однородная у меня получилась. Я сейчас накрою ганаш пленкой в контакт и дам остыть при комнатной температуре. А затем его нужно отправить в холодильник на стабилизацию, как минимум на 6 или 8 часов. То есть удобнее делать его с вечера. Для приготовления ганаша на белом шоколаде я использовала вот такой белый воздушный шоколад. Нам потребуется 100 грамм шоколада и 50 миллилитров сливок 33% жирности. Точно так же повторяем манипуляцию. Нагреваем сливки до 65-70 градусов примерно, не кипятим. А затем выливаем сливки в уже подготовленный измельченный шоколад. Также я даю постоять немножко. И затем все перемешиваю лопаточкой. Этот вариант крема на белом шоколаде подойдет для украшения капкейков. Для начинки в торт. Но если вы хотите выровнять торт ганашем на белом шоколаде, то вам нужно уменьшить количество сливок примерно на 15 миллилитров. То есть на 100 грамм белого шоколада вы возьмете не 50 миллилитров сливок, а примерно 35 миллилитров. Тогда этим кремом можно будет отлично выровнять торт. Указанное время у меня уже прошло. Посмотрите, ганаш стал стабильным, он изменил свою консистенцию, стал более густым. Вот в таком виде его можно уже использовать для украшения для капкейков. И посмотрите точно так же на белом шоколаде. Структура стала совершенно другой. Далее я взбиваю и тот другой вариант крема. Обратите внимание, взбиваю я не на максимальных оборотах. На миксере у меня это вторая скорость. И этого достаточно. Ганаш изумительно взбивается на этой скорости. Дальше. Ганаш Для украшения капкейков Возьму вот такие две насадки И кондитерский мешок Наполняю кондитерские мешки У меня уже капкейки готовы Я их начинила Вишневым конфитюром Кстати, видео рецепт Как приготовить вишневый конфитюр Очень быстро и просто измороженной вишни У меня есть на канале Я вам ссылку оставлю в описании Ну а сейчас остается Самое приятное Это сделать шапочки для капкейков Чтобы они получились красивые Начинаем украшать С центра капкейка Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok